В эфире программа Автолайф. Мы находимся на гонках Кинзадза. Здесь участники вытаскивают свои автомобили из болота, с головой уходят в грязь, а зрители полные переживания перебираются с точки на точку, чтобы увидеть, как штурман с пилотом выкручивается из ситуации. Полное безумие. Так может показаться зрителям, которые впервые видят такие гонки. На самом деле Кинзадза проходит на территории Рязани в девятый раз. В 2009 году организаторов сформировали гонку, взяв за основу известный фильм Георгия Данелия «Кинзадза», где главные герои попали на чужую планету и все, что с ними происходило, совершенно не вписывалось в рамки земных правил. Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить? У меня нет теплого подисти. У меня нет теплого белья. Гонки «Кинзадза» являются такой же аномалией на нашей планете, попав в которую с головой погружаешься в другой мир. В прямом и переносном смысле. К примеру, эта команда вынуждена была прекратить гонку, поскольку на их боевой машине сломались три колеса. Удивляет не только то, как это случилось, но и то, как ребята добираются сдаваться в лагерь. Итак, ребят, что у вас случилось? Как вы перебираетесь? Сломались. Три полоси. Все? Все. Едем, у меня свой есть. Едем на одном передке, на одном колесе. Лебедкой подтягиваете, да? Лебедкой всю дорогу едем. Лебедкой уже на второй километре. Насколько хватает одного колеса? На одном колесе едем. Где не хватает, там лебедка подтягивается. Суть гонки заключается в следующем. На старте команды получают географические координаты точек, расположенных в лесу, на болоте, в яме, в любом труднодоступном. И с 10 утра до 7 часов вечера каждый экипаж должен найти максимальное количество этих точек. Сложность состоит в том, что к каждой табличке нужно подъехать максимально близко, чтобы на фотографии зафиксировать прикосновение одной руки к точке, а другая должна касаться транспортного средства. Организаторы знают, что требуют. Пытаетесь ли вы сами проехать к этим табличкам изначально, чтобы их поставить? Или вы на обум их ставите? Нет, конечно. Подготовка занимает порядка где-то месяца. То есть ребята ездят, сами проезжают все эти точки, сами их ставят, развешивают. Потому что если не будет подъезда на машине организатора, ну это нечестно. Конечно, заезды делятся по классам. С разницей в 2 минуты с утра стартуют сначала квадроциклы, выступающие в парах, затем автомобили, начиная от самых продвинутых и по убыванию до стандартных авто. Всего в гонке выступает 5 классов. Они имеют довольно необычные названия. НЛО, котлеты, марсиане и все в таком роде. Естественно, для каждого уровня подготовки выделен соответствующий маршрут. Но даже большие укомплектованные автомобили могут оказаться в полной западне. Например, порвав ковер из растений на болоте, который чаще всего выдерживает технику участников. Они говорят, что они лопухнулись. Это как? Ну как? Бывает. Тут так и есть. Поехали, куда не надо было ехать. А в чем самая большая сложность? То, что она колесами прямо туда провалилась? Прорвала вот эту вот... Машину, посмотрите, она одной стороной на пол кузова провалилась. Половина машины в болоте, половина на нем. Два брата из города Ефремова Тульской области погрязли здесь на полдня. Их самая большая проблема состояла в том, что лебедка не выдерживала большой нагрузки и постоянно рвалась, когда они пытались вытянуть авто. К тому же машина все больше зарвалась в болото. Почему вокруг ребят собралось столько людей и никто им не помогал? Потому что это зрители. А по правилам гонки команда должна сама справиться с проблемой. В патовых ситуациях, даже если автомобиль полностью уйдет в болото, на помощь, конечно, придут организаторы гонки и эвакуируют машину. Только уже после 7 часов вечера. В самый разгар состязаний в середине дня внимание зрителей и самих участников приковано к спецучастку. Это специально подготовленный круг, за прохождение которого команда получает дополнительные 5 очков. Редкие экипажи проскакивают здесь на ура. В основном все проходят маршрут на лебедке. Поскольку здесь нет больших деревьев, за которые можно зацепиться, участники бегают по колено в грязи со специальными якорями, которые зарывают в землю и уже к ним цепляют лебедку. Так и перебираются. Зрители в восторге. На одном пятачке разворачиваются сразу несколько сражений с природой. Мы за результат. Обязательно за результат. Мы переживаем, болеем, критикуем, советуем. Ну, суть в том, что, в принципе, в большинстве своем они здесь застревают и это интригует, да? В этом вся суть, да. То есть вы можете посмотреть и сами увидеть все. Если они проезжают его быстро и не стрянут, это неинтересно. Сама атмосфера вот этого грязи, замеса. Даже юное поколение уже втягивается в происходящее. Некоторые дети говорят о том, что через несколько лет сами обязательно примут участие в гонке кинза-дза. Я поеду на машине на большом УАЗике. И чтобы были большие колеса, да. Нет сомнений, что уже сейчас ребенок хочет принять участие в этой гонке. Да и не только мужчин завораживают события, которые здесь разворачиваются. Среди участников часто встречаются девушки. Юля, вот вы девушка, я заметила у вас красивый маникюр даже издалека. Как вам, как вы себя здесь чувствуете? Чувствуете ли себя девушкой или уже вот вы? Здесь нет разницы, когда в грязь залазишь, без разницы. Мальчик-то, девочка здесь абсолютно не имеет никакого значения. А когда в грязь залез по пояс, по шейку, уже не важно абсолютно, маникюр у тебя или там какие-то каблуки. Здесь вот та самая оптимальная одежда. Юлия и Михаил Савосин и муж и жена. Прежде чем взять у них интервью, организаторы сообщили нам, что это совершенно безбашенная команда. Оказалось, когда они только пришли в этот автоспорт, то пролезали к точкам на пролом, не глядя, застрянет автомобиль или нет. Теперь, по собственному признанию, ребята стараются изучить местность, прежде чем направиться к табличке. Хорошо, ребят, что вас в этом привлекает? Кто кого сюда привел? Муж, жену или жена мужа? На самом деле история была такая. В нашем доме живет мой друг, который занимается этим уже порядка семи лет. Может быть даже больше. И периодически я видел его грязную машину у себя во дворе, да? И мне очень хотелось такую же. Четыре года назад мы приобрели вот данный автомобиль. Он, правда, был целый на тот момент еще. И потихонечку начали его модернизировать. Сейчас уже машина довольно-таки подготовленная. Мы участвуем в гонках, которые в общероссийских уже. И нам это очень нравится. Это отличное настроение, это куча друзей. Адреналин, драйв. Очень здорово, весело всегда. И здесь всегда очень теплая атмосфера. Оказалось, они одновременно пришли в эти гонки. Юля отвечает за навигацию, Михаил за доставку автомобиля к точке. Больше всего ребятам нравится то, что на выходных в гонке киндзадзе они проводят время вместе. Поддержка у нас хорошая. Есть постоянные партнеры, которые нас поддерживают. То есть многие рязанские компании, да, Резур, Роза, Ветров, Импульс. То есть постоянно приезжают сюда с нами, в течение всего дня находятся, им тоже нравится. Зрителей становится все больше, участники приезжают из разных городов. И сами спонсоры точно так же надевают забродники и резиновые сапоги. И рвутся в бой на своих автомобилях, как представители компании Резур. Многие сотрудники нашей компании, именно как я и сказал, являются фанатами изначально, еще до трудоустройства. И сейчас мы, скажем так, стараемся поддерживать этот спорт так, как мы можем. И, разумеется, наша компания, именно бизнес наш не связан с этим. Мы являемся поставщиками нефтегазового сектора, да, производителями оборудования для нефтегазового комплекса. Но, скажем так, у нас есть разные направленности. И здесь нам тоже нравится. И мы постараемся сделать все, что в нашей силе, чтобы развивать данный спорт, ну и успешно в нем участвовать. Откуда такая тяга к приключениям, остается только догадываться тем, кто еще не побывал на гонках кинза-дза. Все же, кто сюда приезжает, полностью проникаются моментом, выкидывая из головы все проблемы современного мира и погружаясь в атмосферу единения с природой. Я знаю, что вы один из организаторов, но вы мне сказали, что вы боитесь грязи, или она вам не нравится? Не люблю грязь, не люблю. Когда-то в свое время участвовал в стандартном классе, потом получилось так, что пришлось заняться организацией. И вот уже на протяжении, наверное, пяти лет я только занимаюсь организацией. Вот. А что я люблю, скажите? А-а-а, у меня прям грязь в волосах. Грязь, болото, сломанные колеса, счастье, борьба с обстоятельствами и сила. В этот раз на это пошли более 80 экипажей. С погодой участникам повезло, ведь раньше гонки проходили на морозе в ноябре. Далее стали перемещаться на октябрь. И по иронии судьбы приносили с собой плохую погоду. В этот раз дождь и холод не мешал ни зрителям, которые перебирались по болотам, чтобы увидеть очередную затруднительную ситуацию, в которой оказались участники, ни экипажем. На этих гонках кинза-дза все здорово отдохнули, получили перезагрузку и стали сильнее.